Готовят ценных специалистов. С работой образовательного кластера по подготовке кадров для горной промышленности ознакомились камчатские депутаты. Работа ведется на базе Краевого политехнического техникума в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Камчатский образовательный кластер – единственный в России в рамках этого проекта, готовит специалистов горной промышленности. Почему она стала основным вектором нашего развития? Потому что в 2022 году мы вошли в федеральный проект «Профессионалитет» и вместе с работодателем «Гора Кумбрач» и «Быстринская горная компания» организовали образовательно-производственный центр по подготовке кадров для горнодобывающей отрасли Камчатского края. Какие направления подготовки мы открыли вместе с индустриальным партнером в 2024 году? Это подземная разработка месторождения полезных ископаемых. Специальность до настоящего времени в Камчатском крае не была представлена. И мы надеемся, что мы вместе с нашим индустриальным партнером на этом не остановимся. И в 2025 году откроем очередную новую специальность, которая очень востребована в горной отрасли – это обогащение полезных ископаемых. Участниками проекта на Камчатке стали четыре техникума и «Быстринская горная компания», которая поощряет лучших студентов стипендий. Мы хотим получить от колледжа некоторые из высоковостребованных специальностей. Это экскаваторщики, машинисты бульдозера. В этом году мы внедрили новую специальность – это подземная разработка месторождения полезных ископаемых. В будущем надеемся, что на базе Камчатского края мы получим хороший, неиссякаемый приток рабочей силы и специалистов. Техникум готовит специалистов по 12 направлениям в рамках четырёх кластеров – строительного, дорожно-транспортного, IT-сферы и горнодобывающей промышленности. Мы зашиваем внутрь действующих образовательных программ, по которым ребята, выпускаясь, получают дипломы среднего профобразования, несколько профессий, которые позволяют на момент выпуска держать в руках не только диплом СПО, но и свидетельство о той или иной профессии. Ну, например, диплом машиниста дорожно-строительных машин и свидетельство о профессии бульдозериста, экскаваторщика, водителя самосвала, погрузчика – это всё оснащает наших выпускников таким образом, что они становятся полиспециалистами. В рамках экскурсии депутатам Краевого парламента продемонстрировали современные мастерские и полигоны, где студенты обучаются управлению разными видами транспорта, ремонту и обслуживанию автомобилей. В техникуме действуют также лаборатория технического обслуживания электрооборудования и электротехническая лаборатория. Сейчас идёт строительство здания мастерских по обучению работе на сложной гусеничной технике. Как отметила председатель законодательного собрания региона Ирина Унтилова, взаимодействие техникума с индустриальным партнёром даёт прекрасный результат. Совместная работа, нацеленная на подготовку кадров и трудоустройство выпускников, позволяет по окончании учебного заведения сразу погрузиться в работу. Создали такую производственную базу, что ощущение, что мы находимся абсолютно в рабочих цехах серьёзного производства. Это очень важно для студентов, которые приходят, ощущая себя сразу погружёнными в специальность, в практическую деятельность. Это мотивирует на учёбу, и это, конечно, вызывает желание идти работать, потому что ты знаешь. Я думаю, что энергия руководителя нашего политеха, она, конечно, поддерживает весь коллектив. И этот проект «Профессионалитет» очень востребован на Камчатке, и я думаю, что он будет прирастать новыми и новыми специальностями. Проект «Профессионалитет» реализуется на основе софинансирования. Из федерального бюджета на создание образовательного кластера направлено 100 миллионов рублей, из бюджета Камчатского края – 30 миллионов. Быстринская горнодобывающая компания вносит в период с 2022 по 2024 годы 100 миллионов рублей. Средства направлены на обновление учебной программы, закупку современной учебной техники и оборудования, а также на ремонт и переоснащение учебных аудиторий и мастерских. Редактор субтитров А.Семкин